Тимофей Белозёров. Бука. Художник Лев Токмаков. Издательство «Речь». Темно, за окошком ни звука. Луна из-за леса встаёт. Седая лохматая бука с мешком по дороге идёт. Слетает с плеча её совы. Лишь скрипнет в округе снежок. Любого те совы готовы схватить и упрятать в мешок. Умоляет бабка внука. Спать, Илюшенька, пора. Вдруг тебя услышит бука. Что тогда? А я стара. Но кричит упрямый внук. Не боюсь я ваших бук. Я сражу её из лука, из нагана и из ружья. Вдруг открылась дверь. Без стука. Снег отряхивает бука. Говорит. А вот и я. Где тот воин? Где тот хват? Ась! А бабка за ухват. Стой! Кричит. Вперёд не шагу. Эй, вон шастать позадам. Всеми косточками лягу. А внучёнка не отдам. Зарычав на бабку бука. Навалилась, как гора. Хоть любила бабка внука. Знаете, впрямь была стара. Как не прятался Илюшка за кадушку, за горшок. Но его с его подушкой совы сунули в мешок. Плачет бабка на пороге. Совы ухают в ответ. И позёмка на дороге заметает букин след. А Илюшка. А Илюшка от избушки вдалеке, обхватив свою подушку, над землёй летит в мешке. Он летит в когтях у сов над верхушками лесов. Он сказать не может слова. Он от страха чуть живой. В темноте хохочут совы у него над головой. Только вдруг конец полёта. Не слыхать сопенью сов. Тихо скрипнули ворота. И закрылись на засов. Кто-то стукнул колотушкой. Неспеша очистил нос. Кто-то взял мешок с Илюшкой. И в тепло его занёс. Бабка, охая чуть свет, прибежала в сельсовет. Видит дверь. На ней клеёнка. Села бабка на скамью. Потеряла я внучонка ненаглядного Илью. Улетел он, сокол ясный. И вернётся ли домой? Подороженьки опасной. Без одёженьки зимой. Что случилось, акулина? Люди бабку не поймут. И водица из графина ей напиться подают. Мы тебе помочь готовы. Плачет бабка в три ручья. Унесли Илюшку совы в неизвестные края. За болотом, за урманом, где позёмка петли вьёт. В тёмном доме деревянном бука старая живёт. Одолела буку скука. Сядет бука на пенёк и вздыхает. Мне бы внука или внучку на денёк. Если б вечером на печку свечку сальную зажгли. И словечко за словечку разговор обзвели. Я б ему про старину. Он бы мне про новизну. Нынче знают все на свете. Всё на свете знают дети. Часто видели берёзы и орешник и лоза. Как текли у буки слёзы и туманились глаза. Как она тайком в овражке целовала детский след. Как гадала на ромашке, будет внучек или нет. Одолела буку скука. Ночь придёт, она не спит. От тоски по внуку бука. Потеряла аппетит. Похудела, посидела. Нет ей прежнего жития. Бука сов позвать велела. Да всело. А вот Илья. Он сидит, обняв подушку на развязанном мешке. На носу его веснушки и слезинка на щеке потирает руки бука. Обошла вокруг Ильи, повторяя. Ну-ка. Ну-ка. Ай да сушки мои. Встань, касатик. Вытри глазки. И от страха не дрожи. Мне бы сказку. Хоть полсказки. Хоть вот столько расскажи. Расскажи стихотворенье. Угощу тебя вареньем. Песню спой. Или частушку. Хоть про чёрта самого. Отвечает ей Илюшка. Я не знаю ничего. Капризничать умею. А ещё озорничать. Телевизор всех быстрее. На ходу переключать. Бука глянула сурово. Бука села на скамью. Словно бешеные совы налетели на Илью. Кричит он. Больно, больно. Довольно же. Довольно. С треском лопнула подушка. Всё окутал белый пух. Подтянул трусы Илюшка. И в деревню вовесь дух. Он бежит через болото. Сердце ёкает в груди. Вдруг крокочище что-то показалось впереди. Присмотрелся вертолёт. Машет варежкой пилот. Рядом в кресле бабка. А у бабки шапка. Одеяло и пимы. О, тот был к тюрьмы. Темно. За окошком не звука. Луна из-за леса встаёт. Седая лохматая бука С мешком по дороге идёт. Слетает с плеча её совы. Лишь скрипнет в округе снежок. Любовы те совы готовы Схватить и упрятать В мешок.